Никита, расскажи, откуда ты и сколько тебе лет? Привет, я из города Ростова-на-Дону, мне 19 лет. Играешь под ником? LostDef. Какая у нас ситуация? Navi Junior, ВП, молодежный состав, Ethereal, Extremum. Я назвал 4 состава, но сейчас ни в одном из них не играет LostDef. Вы меня спросите, а в чем дело? Неужели он токсик и его кикают с первого же раунда? Может быть он не умеет играть? А может быть он играет со скейнчейнджером? Ни один из этих вариантов неверный. Все потому что у LostDef'а вагбан. Его звали в Navi, Virtus.pro, Extremum. Но сейчас он играет только на FACITY. Все потому что он получил ваг. Эта история могла закончиться даже не начавшись. Но я не могу проигнорировать очень странные обстоятельства этого бана, который в конце сюжета я назову ложным. Эта история будет про Никиту Бабалыкова под никнемом LostDef, который потерял все, не имея понятия, что будет дальше и за что его забанили. Более 200 сообщений в поддержку Valve. Просьба помочь с этим вопросом СЭО самых больших организаций СНГ. И что вы могли бы подумать? Ни одного ответа от Valve за полгода. Примерно так работает апелляционная система разработчиков этой игры. То, что вы сейчас услышите, это олицетворение несправедливости, которое приключилось с обычным игроком, который потратил более 7 лет на развитие в этой игре. Единственная просьба к Valve. Пожалуйста, рассмотрите его бан еще раз и дайте понять, он получил ваг заслуженно или нет. В описании этого ролика будет подробная информация о его апелляции. Пожалуйста, рассмотрите ее и дайте понять, есть ли у него шансы дождаться хоть какого-то ответа от вас. Но сейчас мы поговорим напрямую с Никитой и вы убедитесь в том, что здесь творится что-то нечто странное. Я могу жестко ошибаться в этой жизни, но я ему доверился. Я и понял, что у него не было читов на тот момент, когда его забанили вагом. Да и сейчас нет. Я посмотрел все личные сообщения ЛСДФа, мы посмотрели весь компьютер ЛСДФа, я собрал фидбэк от людей и понимаю, что если я не помогу сейчас, мне будет просто неинтересно. То есть я сейчас эту ситуацию начал, потому что это интересно. Возможно ли, имея канал, помочь человеку, который попал в такую ситуацию, где он не знает, что делать? Вы знаете, сколько времени прошло после этого вагбана? Полгода и ни одного ответа от Valve. Ни от одного агента техподдержки ничего не получено. Ни один человек не ответил. Никита обращался в Na'Vi, Virtus.pro, Extremum, приближенным людям к киберспорту и не только СНГшному. И в итоге ни от одного человека мы не получили хоть ответ. Да, он был с читом. Valve живут в своем мире, когда до них застучаться никак нельзя. Они могут только себе в Twitter ставить какие-то анимешки, игнорить людей и делать апдейты против нормального киберспорта с отказом от тренеров. Какие мовы делают Valve сейчас в последнее время, это не понять. Поэтому мы хотим посмотреть, что будет, если я вам сейчас расскажу всю эту историю и этот ролик мы переведем на английский язык и просто как-нибудь распространим. Шанс того, что что-то получится очень маленький. Опять же, я вас просто познакомлю с Никитой и возможно это поможет людям из Valve хоть как-то ответить ему на сообщение, у него был чит или нет. Если ему напишут напрямую, что дружище, куда ты лезешь, у тебя вак, он успокоится. Он просто ничего не получил за полгода. Никита, расскажи пожалуйста, как ты попал в Navi Junior? Это твоя первая история, о которой уже цитировали в каких-то новостях. Да, это правда. Я прошел онлайн отбор, попал в десятку лучших кандидатов. Но, к сожалению, на границе Украины я сказал, что я был в Крыму и из-за этого меня не опустили. Соответственно, мне закрыли въезд в Украину на три года. Давайте зафиксируем. Navi Junior. Это его первая неудача. Он не смог попасть в Украину, его попросили приехать обратно. Его место заняли топом, а Ункере, Фир, Господаров, ну и Бит. И Капачо. И Капачо. Так, получается у них сейчас в составе не играет Фир, да? Он в NaviOS, в NaviOS. Третья-пестая. Иногда за них тоже играет, за Navi Junior. Я правильно понимаю, что ты помог Фьюру? Да, это правда. Последняя моя просьба для Navi была именно взять Фертена на место десятого игрока. Он, к сожалению, не попал в первую десятку, которая полетела в Киев. Ну вот, повезло. Тебе запретили лететь в Украину. Ты возвращаешься домой. Какие у тебя мысли, какие у тебя действия? Естественно, первые мысли это играть дальше, проходить ФПЛЦ. Мне дали ЦСПРО и меня заметили. Меня пригласили на тест команду Этериал. Это была первая моя профессиональная организация. 15 марта мы вместе с Рубеном Кенси, Дефой, Норвии приехали на Hardplay LAN. С призовым фондом 300 тысяч рублей. Мы его выиграли и довольные, радостные поехали домой. Так, если что, мы не просто так сделали акцент на турнире Hardplay. Мы к этому вопросу еще вернемся. Это было 15 марта. Победа на турнире. На LAN в Зеленограде. Но что было дальше? Потом ты начал играть дальше в КС. И тебя начал рассмотреть. Какая команда? Далее я попал на тест в команду Экстремум к Диме Иксоу. Я прошел тест. Все было хорошо. Но из-за неудовлетворительных результатов организация решила пересобрать состав. Но на этот раз я попал на тест в ВП Продиджик Флэш 1. Все было хорошо. Состав собрали боевой. И последним этапом перед подписанием контракта стал открытая квалификация на РМР турнир. И вот мы дошли до HLTV стадии. Ждали игру. И как гром среди ясного неба на мой аккаунт прилетает Вагбан. Кто? Зачем? Почему? На этот вопрос так мне никто и не ответил. 12 августа. Или 11? 12. 11 августа вечер. Сейчас вы услышали короткую историю, как это все происходило. Он получил ВАГ, тестился в командах. Сейчас остался без какого-либо ответа. Это необычный ВАГ. Я гарантирую, что это ложный. И сейчас Valve. Я вам это докажу. 15 марта Lost.DF и Norwe играли турнир ArtHardPlayer с призовым фондом 4000 долларов. И самое интересное. Я не знаю, что творится в клубе HardPlayer с игроками. Но там творится нечто. 15 марта был турнир ArtHardPlayer, где принимал участие Lost.DF со своим тиммейтом Норве. И самое интересное. Норве после этого турнира получил Вагбан. Спустя пару месяцев. В этот день, когда его заблокировали, была волна на 30 человек. Из-за того, что волна была маленькая, Valve обратили внимание на это. И спустя сколько времени? Расскажи историю, как разбанили Норве. Мы вместе с Норве играли в команде Экстремум. Мы играли Праг. И ему просто прилетел Вагбан. Естественно, никто ничего не понял. Но, к счастью, уже всего через 26 часов ему Вагбан сняли. Мне в этом вопросе повезло. Гораздо меньше. Небольшая рекламная пауза. Я вам расскажу про проект Jujitrop, где сейчас уже практикуется несколько лет система барабана. Выкрутите барабан совершенно бесплатно. Вам могут упасть интересные бонусы. Мне сейчас упало 3 скина при пополнении 600 рублей. Через секретный код Winner. Вы можете запустить барабаны еще раз. Но мне сейчас падает 35% по пополнению баланса. На сайте есть большое количество функций. К примеру, если вы депозитили от 23 декабря, то вы можете получать скины за эти депозиты. Каждый депозит 1000 рублей имеет шанс получить какой-то приз. Ну и, понятное дело, это сад по кейсам. Поэтому здесь есть кейсы. К примеру, Мистери Кейс. Давайте его откроем. Это новая система открытия кейсов на Jujitrop. Мне падает кейс. Вот он бесплатно. Мне падает 1000 рублей сейчас. Такие вы дела. Ну а ссылочка на Jujitrop есть в описании. Ну а также промокод. То есть, какие мы можем сделать выводы? Вальф рассматривает более тщательно апелляции, когда их мало. Волна была всего на 30 человек. А сейчас, внимание. Когда забанили Лос ДФа, волна была в сколько человек? 70 тысяч. 70 тысяч. Это самая большая волна, которую я помню. Это так и есть? Возможно. Да, да. 70 тысяч людей, и в этом числе Лос ДФ. Который, скорее всего, получил из-за того, что играл в клубе, где был включен чит когда-то. Из-за него человек получал вакбан. Какие есть еще странные моменты в этой ситуации? Вак выдался на аккаунте Лос ДФа, который был привязан к стюмгварду. Но еще один момент. К этому стюмгварду было подключено еще два аккаунта. И ничего. Вак получил только один. Это очень странно, потому что по политике вакбанов, аккаунты должны были все бы получить. Потому что они подключены к одному номеру. Это очень странно, что так и не произошло. После этой всей ситуации, какая у тебя была реакция? Ты должен был писать каждому человеку, который работает в Valve, всем контактам, которые ты знаешь, о том, что у тебя произошло. Как это все выглядело, и какая была реакция у людей на это? Ну, естественно, изначально я подумал, что это шутка. Я потерялся. И мне сразу стали помогать. Я попросил менеджмент экстремум, Navi, Virtus.pro как-то помочь мне достучаться до Valve. Сам я написал более 200 писем на разные почтовые адреса, но ни мне, ни им так никто и не ответил. Даже Сергей Гламазда, SEO Virtus.pro, от себя лично писал письма, но ему также никто ничего не ответил. Вы понимаете, что вообще происходит? SEO Virtus.pro пишет личное сообщение ребятам из Valve и его игнорят. Как это работает у Valve, мы не знаем. Кто им должен был еще написать, чтобы они попрочитали? Путин? Прошло уже полгода после этого вакбана. Что у тебя есть? Мне так никто и ничего не ответил, но я не сдался. Я создал новый аккаунт Steam, Facet, и пытаюсь пройти в FPL-CM. Далее FPL, чтобы попытаться достучаться до Valve через админа Facet. Вы шарите, что человек, чтобы связаться с Valve, пытается пройти в FPL и там спросить админов. А можно связаться с Valve? Это знаешь, как достучаться до Путина, стать его поваром. Почему у меня так много слов про Путина? Я очень много про Путина говорю. Мне нужно это говорить. Украинцы украины просто. На этом не заканчиваются примечательные ситуации вокруг Никиты. Он получил вакб, все про это уже в курсе, и к нему обратился молодой человек, который также получил вакб. И попросил контакта, куда писать в Valve, чтобы они бы хоть как-то ответили. Что происходило? Что это был за игрок? Это был обычный парень, к нам у него вроде нуби. Самое смешное в этой ситуации в том, что его разбанили. Это был единственный человек, вроде 13 августа, которого разбанили. Из 70 тысяч. Да, то есть сейчас у вас будет скрин, его одного разбанили. То есть вот эта вся статистика, которая была популярна в августе. И этот один человечек, это и есть тот самый нуби. Что происходит, никто не понимает. Как это работает? Нет никаких ответов. Какой алгоритм работы у Valve? Не понять. На самом деле, ему просто повезло, что на его письмо обратили внимание. Потому что, скорее всего, это выглядело так, что работник Valve заходит на свою почту и видит на ней 40 тысяч писем. И он в случайном порядке тыкнул именно на письмо нуби и стал разбираться. А на остальные письма, видимо, он... А потом посмотрел, фак, их еще 39 тысяч 999, да, в жопу. Да. А может быть, до меня еще просто очередь не дошла. Что мы сейчас имеем? Никита, LostDF, перспективный игрок, который мог уже давно играть в больших составах, сидит, играет в Faced. И все из-за того, что Valve не может объяснить причину своего бана. Объяснить ему, что он получил его по делу. Или разбаньте. Этот ролик будет приведен на английский язык. И я надеюсь, что он будет распространяться в Твиттере, в Реддите. Где вообще обитают Valve? Никто не понимает. Единственная просьба от Valve это не разбанить его, а рассмотреть его заявку. Ни одного ответа за все это время. Я оставлю Steam Никиты в описании и рано или поздно я надеюсь, что кто-то из вас зайдет на этот аккаунт и вы увидите, что этого вака уже нет. Буду надеяться, что Valve могут исправлять свои ошибки. С учетом того, что они это уже делали и продолжают делать. Никита, я думаю, что у тебя есть шансы еще. Прошло полгода. Это еще не так уж и много. Надеюсь, что у тебя получится это пофиксить, достучаться до Valve. Я попробую помочь хоть как-то, хотя и понимаю, что шансов ноль. Ну а также Никита попросил сказать вам про то, что он регулярно стримит на Твиче. Я оставлю также его Твиче в описании. Вы можете его спросить какие-то вопросы, либо посмотреть, как он играет. Возможно, он не умеет играть и в киберспорт ему не нужно. А вак снимать тоже не нужно. Пусть идет Valorant. Да, Никита? При всем уважении к Valorant, то нет. Valve, вы это слышали? Снимайте мумбан. Все, спасибо, Никита. Жду тебя в гребаном HLTV. И тебе спасибо, Шок. Играй на Собиршоке. И тренируйся. По-любому. Становись лучше. Спасибо. Шанс того, что Valve обратят внимание на этот ролик минимальный. А про ответ на апелляцию я вообще молчу. Но моя задача была попробовать. И возможно, что-то да изменится. К сожалению, у меня нет аккаунтов на Reddit или в Twitter, где я могу поделиться этой информацией и это увидит Valve. Поэтому я очень сильно хочу попросить тебя распространить это видео на западных платформах. Или же просто лайком. Спасибо тебе большое. И я надеюсь, что что-то изменится. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok